В фондах Тимиртауского краеведческого музея хранится множество фотографий, связанных с историей становления среднего образования в городе Тимиртау. Самые старые из них систематизировать достаточно сложно. Поменялась система образования, многих зданий школ не сохранилось, нет и очевидцев событий, происходивших здесь с начала прошлого века. Формируя лето пешкольного образования, мы решили посетить те места в нашем городе, где находились первые учебные заведения и сопоставить их с имеющимися у нас снимками. Первым пунктом нашего исследования стала улица Колхозная. Именно здесь находилась школа поселка Самаркандского, предшественника Тимиртау, открытая приблизительно в 1910 году. Школа располагалась в Саманном доме. Четырехлетние образования давали учителя Карл Кремер и Богдан Шульдейс. Сейчас, спустя более 100 лет, ни фотографии учителей, ни самого здания школы не сохранилось. Следующее документальное упоминание о школе в поселке Самаркандском датируется 1927 годом. Заведующий школой Фридрих Горн в своей справке отмечает, что школа была четырехлетней, преподавание велось на немецком языке. Два учителя преподавали русский язык, математику и географию. Позднее было введено обучение и на казахском языке. С началом строительства гидроузла на Нуре и Каргресс-1 население Самаркандского заметно увеличилось. Естественно, требовались новые школы. В 1935 году открыла свои двери начальная школа номер 3. Это было одноэтажное здание с просторными кабинетами и небольшим спортзалом. Первыми учителями были Силина Татьяна и Шелухина Анна. Обучение велось на казахском и русском языках. Здание этой школы, расположенное недалеко от нынешней улицы Заводской, не сохранилось до наших дней. К 1936 году в Самаркандском была возведена еще одна школа – номер 26. Здесь уже было семь образовательных классов, учительский коллектив увеличился до 30 человек. Школа вошла в историю своим замечательным педагогическим составом, состоящим из репрессированных ученых. Выпускники этой школы были призваны на фронт. В годы войны здесь училась будущий композитор Александра Пахмутова. До сих пор в Тимиртау есть улица Школьная, названная в честь этой школы. Только само здание школы не сохранилось. В 90-е годы оно было снесено, сейчас здесь размещена автозаправка. К 1946 году в городе Тимиртау построили еще одну школу – номер 11, которая располагалась также по улице Школьной. К сожалению, и от этой школы не осталось и следа. В том же 1946 году по улице Панфилова была открыта школа, рассчитанная на 800 учеников с 10-летним обучением. Фактически школа номер 26 переехала с улицы Школьной в это здание, которое стало именоваться школой номер 1, а старая школа – 7-летняя школа номер 2. К 1951 году в городе было открыто еще две школы – номер 19 на правом берегу на 280 учеников и номер 16 по улице Чернышевского на 400 учащихся. В настоящий момент школа на правом берегу разрушена. В здании школы в Суцгороде размещаются различные офисы. В 1956 году школа номер 1 опять переехала в новое здание на улице Карьерной, где сейчас и находится, а школа по улице Панфилова стала именоваться школой номер 3. К этому времени школы стали строиться в Суцгороде и в восточной части города. Из старых школ там не сохранилась школа номер 5 по улице Менделеева, школа номер 12 по улице Джамбула и школа номер 25 по улице Калинина. К сожалению, мы пока так и не восстановили, где и в какой период размещались все первые тимиртауские школы. Мы надеемся на помощь старожил города. А может это не так важно? Главное ведь не в зданиях, а в замечательных педагогах, которые стояли у основ тимиртаусской системы образования, воспитали несколько поколений горожан и остались навсегда в истории Тимиртау. Субтитры создавал DimaTorzok